Как отобрать из сердца лучше, когда с виду они примерно одинаковые, отличаются минимально. Все росты, например, сыновья манчжурцы 95 подвой, а 5 самых хотел бы довести до плодоношения я. Ну, поздравляю, что у вас прекрасно растут мои подвои, сыновья манчжурцы, это же только у меня, так, значит, мое. А второе, как выбрать, значит, у меня получается так, самое, принцип, я который распространяю на все садоводство, самая мощная деревья всегда дикари. Или, я не говорю, что они дикари, из того, что есть, например, сыновья манчжурцы, они полукультурные мои, да. Но, чем они будут рослее, если правильно все посажено, не заглублено, когда большинство заглубляет косточки, и у них корневая шейка начинает гнить с первого дня посадки, с первого дня, когда раскрывается этот, вернее, не так, с первого дня, когда раскрываются эти самые створки, и с этого момента начинается гниение. А потом на что угодно думают, только не на это, так. А если считать, что вы все делали правильно, символическая прикопка, так, не сгноили ничего, они будут расти так. Чем выше будет сын манчжурцы, тем больше он похож на папу. То есть на основателя рода, скажем так, то самое мое знамятое дерево, на котором должна быть уже табличка, что если я его срублю, у меня 10 лет ждет без права пересылки, или там без права переписки, настолько оно ценное. А вот эти сыновья, они будут расти, допустим, до осени должно быть примерно, если не ухаживать, метр-полтора, так. Вот, которое полтора, значит больше, которое метр, значит больше крови культурной. Поняли принцип? Вот так будете выбирать по росту, по размеру листьев, то же самое. Чем рис жирнее, чем шире, шире, тем, значит, он культурнее. Да сами, да будете стоять рядом, все увидите. Вот и все мои секретные признаки от Бавара. Спасибо за ответ. Так, Валерий Костянович, из ваших статей книг, поняла, что посадка семенами культурных растений, батарея 1-10, прививки черенков с матышного дерева. Ой, это важнейший вопрос. Значит, смотрите, на пятницу сегодняшнего дня. Пока советую, вот видели мою эту каталог? Там я продаю и культурное, и полукультурное, и, кстати, диких уже не продаю. Помните, там, сибирка, культуренная, ранетка, дичавшая, но это не дикари. Даже они. Вот. Среди слива у меня нет дикарей. Роскошная, вкуснейшая, китайцы, разве можно дикарями назвать? Ну, и так далее, и так далее. Так вот, значит, я однажды написал статью, она есть у меня на сайте. Вы оттуда явно это взяли. То есть, в одной ряд садится, ну, дикари не за слово. Подвойные семена, они дают то, что с самого растойки, пусть не очень, не всегда вкусные плоды, хотя могут быть и вкуснее, чем, вот, как у слива, например, чем даже привой. А на соседней ряду, может быть, он в трех метрах, это, кстати, полезно было, в четырех, так, в ряд, высажены культурные, например, абрикосы, так, вот. А вас это, кстати, волнует. А абрикосы привиты культурные, вдруг из них дикари вырастут по этому, по Мичурину. И вот это соотношение 1-10, это Мичуринское. У меня, допустим, у слив не так, у абрикосов не так, вот. Это особый сад, смешанный сад, то есть все растет в перемешку. И не только одного вида, допустим, абрикосы разные рядом, а рядом с абрикосами растут сережки, рядом с сережками растут сливы, рядом со сливами растут персики, все угодно. И вот получается так, что косточек процент будет не 1-10, то есть культурных, но где-то 9-10, наоборот, например, у абрикосов, да, может оказаться, вот. Может оказаться 50 на 50, 30 на 70, 20 на 80, и наоборот, 80 на 20. Не знаю, не знает никто. Почему? Очень хитрая вещь. Знают все, понимают, будут эти деревья. Эти, правда, ошибаются, эмигранты деревья, которые уже пожили тут, они уже не ошибаются. Они знают, как будет зима, какая впереди, какая была позади. Они могут, это, и самое главное, поймите, почему не будет такого плохого соотношения, как 1-10 Мичуринского, а по яблоням у него 1 к 1000, вот. Почему такого не будет? По одной простой причине, вот. Дело в том, что сама программа развития дерева каким-то образом, там тончайший инструмент, это называется, я его называю, душевые дерева мы пока не нашли, хотя у них есть душа. Мы не нашли и мозга не нашли. Но, тем не менее, программа работает. Возможно, она на небе, а деревья только ей подчиняются. Программа заложена таким образом в развитии деревьев, что каждое семя индивидуально настолько, не то, что они стараются быть все одинаковые, на все случаи жизни. Помните, на прошлом я пальцы загибал? Рассчитано на раннюю весну, на позднюю весну, на среднюю весну, на жаркую весну, на холодную, там, морозную, на среднюю весну, на мокрую весну, на засуху, на среднюю. Вот уже 9 вариантов. А теперь 9 умножить на 9, теория вероятности, помните. Начинаете перемножать сколько всего. И вот, а вы мне говорите, а какой процент или там надо больше, все, тогда вы получите много культурных. Но уже сейчас, сразу скажу, разочарования не будет. Не будет, все, смешанный сад, пусть где-то у меня усреднились некоторые сорта, усреднились, то есть, ну, видно, что они начали похоже быть друг на друга быть. Знаете, как люди у людей 30-40 лет живут вместе, а потом смотришь, а у них лицо одинаковое, у мужа, жены. Понимаете, да? Вот, что такое влияние биополи, что такое влияние совместной жизни. Вот эту книгу выпущено полторы тысяч экземпляров, еще раз напоминаю, тоже не нужна. Почему? В неделю одну продаю, бывает две. Был один заказ на 25 книг. Ну, короче, революции не ждем. Сейчас еще одна книга, я не стал рекламировать ни до нее, вот, но она есть на моем сайте в гостевой. Нажмешь и видно, что собираются деньги на книгу уникальнейшую. Вот. Теперь переходим к главному. Так, глоток чая. Ради чего я вас тут собрал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова